В эфире телеканала БАИ информационная программа в студии Наталья Литвиненко. Здравствуйте! Сегодня о выпуске. Больше 100 человек были задействованы в поисках пропавшего ребенка. В Чернореченском лесу заблудился 11-летний мальчик. 140 почетных грамот и благодарностей вручили жителям города в преддверии Дня России. Хорошо закончилась история, державшая в напряжении полицейских казаков и спасателей целые сутки. В понедельник в Чернореченском лесу заблудился 11-летний мальчик. Лишь 17 июня сотрудники полиции нашли его живым и здоровым в 10 километрах от дома. Тему продолжит Людмила Никонова. Шедок проезжаем, переезжаем лобенок. Отсюда на мотоциклах горных. Почти сутки продолжались поиски пропавшего мальчика. Роме 11 лет. Он хоть живет в Чернореченской, но выяснилось, что недостаточно хорошо знает места. В понедельник он со своей тетей пешком возвращался из поселка Щедок в Чернореченскую через лес. Не доходя до Черноречки, километра полтора, значит, он тете говорит, я поеду на велосипеде, тут уже рядышком. И получилось так, что там развилка, и он на развилке дороги отклонился вправо. Нужно было прямо идти, он отклонился вправо и заблудился в лесу. Многодетная мама не сразу обратилась за помощью в полицию, искали мальчика самостоятельно. Первую ночь он провел в лесу. Вот что рассказывает его тетя, сопровождающая Рому в пути. Со слов родственников, ребенку недавно подарили велосипед, Роме не терпелось его испытать. Сбившись с пути, мальчик оставил его на дороге. Велосипед нашли, да, он его бросил. Цепко порвался, но взял и бросил. На следующее утро после исчезновения мальчика, и как только стало известно об этом, глава поселения забил тревогу. К поиску подключилось большое количество специалистов. Задействовали даже военных. Если бы родители своевременно забили тревогу с момента обнаружения и пропажи мальчика, я думаю, поисковая операция по-другому разворачивалась. И, возможно, были бы уже какие-то положительные результаты. Но сегодня привлечены к поисковой операции силы МЧС, отдела внутренних дел, военнослужащие в воинской части расположены неподалеку, службы родственные собаки, казаки, есть конные патрули, пешие патрули. Уже 100 человек прочесывали лес в общей сложности почти 400 гектаров. В поисковой операции участвовали охотники и егеря, хорошо знающие территорию. Рома провел в лесу вторую ночь, во время которой поиски не прекращались. А нашли его сотрудники уголовного розыска Лобинского отдела МВД в 10 километрах от дома. Нашли сотрудники уголовного розыска и участкового полномочия, которые непосредственно проживают в станице Ахметовской, которые знают местность, территорию. Они выдвинулись в район на лошадях, в район более насажденный, где вчера мы утеряли след несовершеннолетнего. Сегодня мы с рассвета продолжили поиски, и в результате чего в 11.30 несовершеннолетний был найден сотрудниками и доставлен в медицинское учреждение. Задействовано в поисках было сегодня около 150 человек. Вчера мы отработали около 200 гектаров лесного массива. Сегодня мы отработали 800 гектаров лесного максима, потому что сегодня мы использовали авиацию, был вызван вертолет с ГУГ ВД, прилетел утром, 9 часов уже был у нас. Мы с местными и горями и охотниками, которые также знают местность, провели облет территории, беседе с мальчиком. Мальчик слышал, как летел вертолет, он его услышал, увидел, что он прилетел. В этот момент уже наши сотрудники подъехали на лошадях. В ночное время мальчик, первую ночь он себе соорудил палатку, сделал шалаш из веток и из лопухов. А вторую ночь он нашел себе, это было в пещере, и он там ночевал. Значит, он воду пил с ручей, с горных, находил ручьи, пил. Значит, питался он, нашел был этот самый, да, 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 питался этот самый. То есть, бодро себя чувствует мальчик, уверенно, не испугался. Единственное, да, ночью слышал крики волков и зверей других слышал, ну, не испугался. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «ЛАБА». В Лабинске живут люди с активной жизненной позицией. Им не безразличны перемены в нашем городе, во многих добрых делах они участвуют сами. И это ценит власть. В преддверии Дня России городской администрации чествовали самых активных жителей. Торжественный прием провел глава городского поселения Алексей Матыченко. В зале заседания городской администрации собрались заместители главы, специалисты аппарата управления, представители коммунальных служб, образовательной сферы, силовых структур, казаки, общественники. Одним словом, те, кто проявляет активную жизненную позицию. В первую очередь Алексей Матыченко поздравил всех с Днем России. Обращаясь к собравшимся, он подчеркнул, что День России – это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей нашей страны на основе закона и справедливости. Этот праздник – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. На сегодняшний день от созидательных усилий каждого зависит настоящее и будущее не только нашей малой Родины, благополучие каждого лобинца, но и отечества в целом. Здоровья! Пожелать вам, самое главное, мирного неба. И пожелать вам вот той уверенности в том, что мы живем в самой лучшей стране, что мы все равно, кто бы там как ни говорил, но самые-самые лучшие, потому что все равно когда-то историки докопаются, а музей выставит на земле, что основой всему на земле – это были наши предки, славяне. Все равно все началось с Руси. И Русь всегда будет Русью. И мы будем в ней жить. На мероприятие Алексей Матыченко вручил почетные грамоты от своего имени и за подписью главы района за высокий профессионализм, активное участие и значительный вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы над фашистской Германией. В числе награжденных начальники управления и отделов, специалисты городской администрации, работники коммунальных служб, озеленители, предприниматели в этот день наградили коллектив народного ансамбля казачьей песни «Забава». Ни одно мероприятие в Лабинском районе не проходит без звонких и задорных патриотичных казачьих песен, которые исполняет ансамбль, отметил глава города, вручая солистам заслуженные грамоты. В свою очередь «Забава» порадовала присутствующих в зале ярким выступлением. Песня «Забава» Участников мероприятия поздравила председатель Совета ветеранов Ирина Огородняя. Я люблю лично свою Россию, я люблю свой Лабинск, свою малую родину, станицу Чамлыкскую. Наверное, поэтому я живу и здесь. За чуткое внимание и заботу о старшем поколении Ирина Огородняя общественникам выразила благодарность. Самым активным руководитель ветеранской организации вручила благодарственные письма. Спасибо вам. Это наши помощники, председатели микрорайона, председатель третьего микрорайона. Спасибо вам. На этом же мероприятии взял слово руководитель Лабинского музея истории и краеведения. На торжественном собрании научные сотрудники учреждения культуры подвели итоги прошедшего 9-го Кубанского фестиваля и международной акции «Ночь музеев». Об основных целях и направлениях этих мероприятий рассказал директор Евгений Виноградов. Именно вы свои труды вкладывали на благо процветания нашего города. Многих людей, которые сидят здесь, мы знаем, они являются друзьями нашего музея. И я уверен, что благодаря таким людям страна никогда не станет на колени. Благодаря той патриотической работе и военно-патриотической работе, которую они ведут. И эта страна будет процветать в дальнейшем. Символично, что итоги музейного фестиваля в Лабинске мы подводим сегодня, накануне этого великого праздника Дня России. Ну, у музея также есть тоже свой праздник, Международный День музея. А музей – это зеркало нашей памяти, в которой каждый экспонат, он находит свое неповторимое, уникальное отражение той или иной эпохи, в которой он бытовал. Она призвана, эта акция, раскрыть границы музея, привлечь наше население и прежде всего молодежь в дело патриотического воспитания. Сотрудники музея решили не выделять лучших, а отметить каждого участника акции и фестиваля. Многие являются постоянными помощниками в организации проведения мероприятий. Их пригласили в администрацию города, чтобы лично выразить слова благодарности. В числе награжденных – сотрудники администрации города, управления культуры, представители ветеранских организаций, учреждений образования и даже студенты лабинских СУЗов, а также детские творческие коллективы. Порядка 100 благодарностей в этот день вручил директор музея. А в целом на торжественном мероприятии награды получили все присутствующие в зале, а это около 140 человек. А сейчас с прогнозом погоды на 18 июня нас познакомит Екатерина Клименко. Ей слово. Катя, какую погоду обещают синоптики в четверг? 18 июня по прогнозам синоптиков – небольшая облачность, возможен дождь. Подробнее через несколько минут. Это все новости на сегодня. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok